Уже 14-15 лет и получаю от этого несказанное удовольствие. Я врач по образованию, призванию, профессии, 25 лет, как сказать, профессионального стажа, практикующего врача, высшая категория. Вся моя семья была врачей, папа, мама, брат и я врачи. Ну, потом, как сказать, и до 50 лет я, в общем-то, занималась всем. Я умею шить, вязать, фриволитеп листья, гравюры рисовать. То есть, ну, так скажем, творческий человек. Почему мыло? Ну, были серьезные проблемы со здоровьем потом на фоне всей этой тяжелой работы. И я свалилась, потом инвалидность, операция. И уже 15 лет я варю мыло. То есть, однажды дочка мне подарила в то время еще... Добрый день всем. Еще не было интернета, еще не было основы. То есть, это было детское мыло. И дочка мне подарила красивое, своими руками сделанное мыло. Я попробовала и увлеклась. То есть, я начинала, как все. То есть, я практикующий мыловар. Я не продажник. Я люблю варить мыло. Я люблю ощущать вот на кончиках пальцев его. Поэтому я не тренинг. Я не тренер по продажам. Я практикующий мыловар. И я обожаю варить мыло. Так, а вот тут где-то слайды-то сейчас я поищу. Ох-ох-ох. Я забыла, что... Где же это вот? Где-то тут слайды должны быть. Да, что демонстрации экрана нет. А слайды... Девочки, я забыла, на какую-то кнопочку я тыкала, что где слайды надо переворачивать. Наташечка, следующий слайд. А, все, простите, я нашла. Вот она я. Так. То есть, я врач, менталитет бесплатного доктора, который никогда ничего, скажем, не продавал. И для этого, для того, чтобы продажи пошли, мне приходилось перешагивать через себя. Я обожаю варить мыло. Я обожаю его создавать, придумывать. Очень интересный процесс. Поэтому хендмэй вошел в мою жизнь, как вторая профессия. Точное знание и желание доставить мыльное удовольствие. Что я и делаю. Поэтому мой магазинчик так и называется. Мыльное удовольствие. И ему уже больше 10 лет только на ярмарке мастеров. Все, кто начинает хендмэй, они всегда говорят, ой, да, всего много. Кукол много, вязания много, шитья много. Но вы потом найдете ту изюминку и ту нишу, в которой будете только вы. Я нашла свою изюминку достаточно быстро, просто увидев красоту природы. Я однажды шла по лесу, увидела куст шиповника, который был покрытый этими яркими ягодами. И сварила такое же. Вот в голове что-то щелкнуло и сварилось такое же мыло. Поэтому я хочу не просто мыло сварить, которое будет увлажнять. Так скажем, про мыло так нельзя говорить, но оно не дает чувства какой-то стянутости, увлажнения, питания и комфорт для вашей кожи. Поэтому это не просто только что мыло, это еще плюс мыло эмоции. То есть, нюхая это мыло, пользуясь им, у вас в голове где-то щелкает, что ух ты, вот это действительно вкуснота, красота и люди возвращаются. Поэтому стать мыловаром, в принципе, легко. Мыло варить, в принципе, легко. Просто вам нужно найти себя на большом просторе творчества, что вы будете. И сегодня, так как я от ярмарки мастеров, я буду вам рассказывать в основном про ярмарку мастеров. Потому что создавая, вкладывая творчество в душу и создавая какой-то продукт и надеясь на его продажу, очень редкие, скажем так, люди понимают красоту ручной работы. Потому что наши люди, ну все магазины завалены товарами, иди покупай, что не хочу и достаточно дешево. Ручной труд не может стоить дешево, поэтому это изделие более дорогого порядка. И поэтому немножко часть покупателей отходит. С нами остаются именно те покупатели, которые поднимают ручную работу. Потому что если вам, например, надо купить куклу на праздник, куда основная масса идет? В торговый центр, на рынок, на базар, в лавочку какую-то, в магазинчик ближайший. Фикс прайс там все дешево, 50 рублей и пожалуйста. А к нам приходит именно тот человек, который ахает от ручной работы, который вот в этой кукле, когда он ее берет в ручки, он чувствует даже теплоту, теплоту, как сказать, не принято говорить, что мы любовь туда передаем и мы душ туда вкладываем. Но мы вкладываем куда-то такую энергетику, которую ощущают покупатели. Поэтому ручная работа, это не каждый первый покупает. Ручную работу покупает каждый, может быть, тысячный, а может быть, двухтысячный. То есть найти покупателя своего будет, это следующая будет задача. Но на ярмарке мастеров, в отличие от других соцплощадок, например, все для этого подстроено и настроено именно, и туда приходят покупатели именно ручной работы. Поэтому вам остается только что. Для начала давайте мы будем идти по порядку. Выбираем вид рукоделия, да? Так, а вид рукоделия мне не сделали. Ага, хорошо. Вид рукоделия. Сейчас дойдем, всех вопросов отвечу. Понимаете, как сейчас очень интернет богат во всех соцсетях, все везде написано. Я научу тебя продавать, я научу тебя вязать, я научу тебя подать за пять минут, связать за один час, шапочку свяжем, пальто продадим за три часа. Нет. То есть выбор рукоделия идет целиком от вашей души. Кто-то начинает вязать, кто-то начинает шить. Призлушайтесь к себе, это главное. Услышьте себя, вот свой внутренний голос, что он хочет. То есть, что я хочу до вас донести, что не продажи вас приведут, а сначала творчество, а только потом продажи. Потому что к вам потянутся те люди, которые увидят в вашем продукте вот ту изюминку и ту красоту ручной работы, которая вот щелкнет за душу. Ох, я вот это хочу. Вот это именно мое. Поэтому выбор рукоделия, да. Пробуйте все. То есть я здесь, например, вязала крючком, спицами, причем не просто так рисунки, а пальто, свитера, шапочки, носки, не помню. А в основном это все были, в то время это было, как сказать, достаточно дорого, поэтому я одевала всю семью. Я умею шить, вязать, привлеты плести, макрамы плести. Но вот моя душа откликнулась на мыло. Казалось бы, подумаешь, там кусочек мыла. Ну, этого мыла сейчас в любом магазине полном-полном. Иди, покупай, мой. Но почему-то постоянные, так скажем, покупатели, они приходят и ахают, восторгаются и покупают, так скажем, у меня. Почему? Потому что я хочу передать эту красоту природой. Я хочу передать не просто свою мылу, там, например, простите, что я якаю, но чтобы вы на моем, так скажем, примере, я хочу вам мысль донести, что не просто мыло, пион и деготь, у вас не возникнет никакая ассоциация. А, например, сварив вино из одуванчиков, что вы представляете, полянка желтая, полная этих одуванчиков, на контрасте с зеленой листвой. И оно такое же желтое и такой же аромат вот этого, аромат вот этого жаркого, солнечного лета, вот такого сладкого меда. То есть, понимаете, сердце начинает уже как-то так совсем по-другому трепетать. И это я делаю не для продажи. Это я делаю для того, чтобы получить удовольствие самой и доставить удовольствие, так скажем, вам. Дальше. То есть, вы сначала выбираете большой вид рукоделия. Маловарение, сухое валяние, мокрое валяние, вязание, крестиком, море всего, выпиливание, что угодно. А уже потом мы ищем более узкую нишу. То есть, есть, например, я просто опять на примере себя расскажу, что есть мыло. Маловарение, вот такая область. Мыло из основы, это одно совсем другое. Это не натуральное, это основа. Мыло натуральное, которое варится, это совсем другая площадочка. Совсем другое мыло. Это настоящее мыло. А создавая вот из этого в чего-то свой третий, вы уже думаете, ух ты, а давайте-ка я начну, например, создавать шампунь для собак. И уходите в третий. И у вас вот она, появляется ваша ниша. Можно сделать, например, сварить мыло для бритья мужчин. Мужчины бреются. И вот вам четвертая уже ниша. Это маловарение все. Но ниша, и в этой нише вы будете уже впереди планеты придумывать рецепты и придумывать. Ну вот она, ваша ниша. И вы пойдете уже в эту нишу, узкую, тропиночкой такой, и будете в ней развиваться. Вот вам, пожалуйста. Так, выбор площадки рукоделия. Выбор площадки рукоделия тоже достаточно серьезный вопрос. Я буду, так скажем, коротенько рассказывать вам. И на первом плане стоит ярмарка мастеров. Почему? Потому что там и туда сидят, как сказать, покупатели ручной работы, ценители именно ручной работы. И туда приходят покупатели ручной работы. То есть в остальных всех, вот в этих вот соцсетях, я должна как с ситом золотым бегать, золотой песок намывать, кучу породы промывать, чтобы найти одного покупателя, который захочет купить мое мыло или вашу игрушку. Кто-то... А в чем разница? Я есть во всех, я есть во всех соцсетях. Но в Одноклассники я не заходила уже, наверное, года два. Хотя моя группа там есть. В ВКонтакте я захожу, ну, что-нибудь, новинку какую-то опубликую и выхожу. То есть я там не живу. И это я не понимаю функционала, я не люблю. Там немножко сидит более молодой народ, более... То есть я иногда читаю посты, что, эй, налетай горежопку, разбирай, девочка пишет, мыло варит против целлюлита с красным перцем. Думаю, ну, с красным перцем оно хорошо намылиться. Но когда смываться-то, жечь будет и не только целлюлитная область, а стекать по телу и другие области захватит, так скажем. Поэтому я там тоже. Вот как это ведьма на колесе, я, баба, я говорю, против. Фейсбук. Я не понимаю функционала, поэтому мне тоже там тяжело быть. Но я там есть. На эти сидят англоязычные, другой народ. Проблемно будет в том, что тяжело, как сказать, общаться. Вот я есть в Инстаграме, на ярмарке, в Фейсбук, ВКонтакте. То есть изо всех этих площадок я живу на ярмарке. И я буду, в общем-то, рассказывать больше про ярмарку, потому что она ближе, она роднее. С нее начинается мой тень, ею и заканчивается. Там сидят все мои покупатели, которые возвращаются, которые ценят ручную работу. Я каждый раз подчеркиваю это, что в этом вся фишка. Многие скажут, да подумаешь, вот она ручная работа. Да ну и вон я пойду и куплю натуральное мыло, допустим, которое продается в Роше, везде-везде-везде. Ну не такое она там, понимаете. И вот на мое мыло откликается именно тот человек, к которому это близко. А найти его на всех площадках вот этого вот очень тяжело. Кто-то молодые девочки живут ВКонтакте. Им там проще. Они общаются немножко на другом языке. Они более позиции. Ну вот и может быть я, извините, может быть я немножко старовата для ВКонтакта. Поэтому я не умею ВКонтакте. Поэтому я в ярмарке живу, продвигаю ярмарку, рассказываю про ярмарку. Многие говорят, что ой, там мастера покупают друг от друга. Ну и что? Я мастер. И в то же время я продавец и я покупатель. Я очень часто достаточно делаю покупки на ярмарке. И получаю от этого нетсказанное удовольствие. Это совсем другие вещи. Это вещи, в которых чувствуется тепло. То есть это чувствуется работа, энергетика, какая-то душевность. Что и привлекает покупателей именно вот к хендмейду и к творчеству. То есть хендмейд как-то, знаете, вот звучит так вот как-то не грубовато. Ну как-то по-английски так скажем. А творчество это уже наше родное. Я написала в блоге, что девочки откликнитесь, кто как к этому относится. И бизнес, то есть, или хобби. Из всех никто не сказал, что я бизнесом занимаюсь. Нет. Все сказали, несказанное удовольствие от работы в своих руках. От покупки ручной работы. Вот в этом и есть разница. Так, дальше мы теперь пойдем. Что у нас? Поэтому... Татьяна спрашивает профессиональную съемку. Да. Я не умею фотографировать. Поэтому мне трудно в Инстаграме, где постоянно нужно сторисы снимать, фотографии выкладывать, посты выкладывать. Нет. Я веду свой блог на ярмарке. Я рассказываю о составах. Я рассказываю обо всем. И да, у меня... Мне повезло. Моя дочка профифотограф. Поэтому она делает фотографии. Причем такой профифотограф... То есть, кто-то будет из спикеров вам рассказывать про фотографии. Что это не просто вот наложил, сфотографировал и получилось. Нет. То есть, профифотограф уже совсем по-другому подходит. Так, я извиняюсь, не буду. Итак, потому что второй вопрос. Если вы начали заниматься творчеством, вы определили вид творчества, вы нашли эту нишу, перепробовав все остальное, и в этой нише, с этой нишей вы приходите на ярмарку мастеров. Рекомендую начать с нее, потому что это наша родная, самая стильная площадка. За все 10 лет я видела площадки, которые возникали, которые звали к себе хендмейдеров. Ребята, приходите, мы бесплатно вас покажем, сделаем акции, сделаем рекламу. Ну, они вздыхали максимум через... Была город мастеров, была какой-то юнихенд, и много-много-много. Никто не сравнится с ярмаркой, которая уже плотно стоит на своей площадке и все делает. Поэтому правильное оформление магазинчика – это правильно. И мы сейчас потихоньку с вами будем... Я буду рассказывать про ярмарку. Кто с ярмарки увидит, услышит, но немножко, может быть, на это подтянется. Название магазина. Понимаете, как мы, девочки, идем от себя, а надо идти от покупателя. То есть, если в основном все называют Лену Пупкину – вязание. Но вот Лену Пупкину никто не знает. То есть в названии должно быть какое-то название так придумать и схитриться, чтобы это было и ключевое слово, и вы там отражались, и суть вашего магазинчика. Потому что много магазинчиков встречается, как я говорю. Магазинчик называется «Ассоль». А что он продает, никто не знает. А если вы напишите «вязаные изделия Ассоль», то это уже будет «вязаные» впереди. То есть мало называться «авторская мастерская», как многие называют себя «Аллой», если вы не Алла Пугачева. Где брать натуральные ингредиенты, Наталья спрашивает. Интернет? Все только интернет. Назвали магазин. В магазине обязательно. Чем мне нравится ярмарка? Что здесь прописаны? Все правила возврата, доставки, цена доставки, стоимость доставки, как оплатить, на какую карту перевести. И чем больше у вас вот тут написано, тем лучше для покупателя. То есть покупатель не любит. Вышел, зашел, придумал, не хочу. Нет, ему надо, чтобы четко вот прописано, тыкнул, жмакнул, все. Обязательно. Редакция лучше каждый год. Меняется ярмарка, меняется правило. И я, как вы не знаю, но я делаю это каждый год. Дальше мы пошли у нас фотографии работать. Конечно, про фотографии вам дальше потом расскажут. Я не фотограф. Но чем отличаются фотографии? Они должны быть четкие. Они должны быть красивые. То есть, если вы фотографируете на фоне, очень много встречается в том же Инстаграме, ВКонтакте, на фоне скатерти, на фоне пола. Не то. То есть, одежда должна быть как-то в самой изделии, плюс на модели, плюс, допустим, на природе, но раскрывать посыл, дать покупателю, что он рассматривает, примеряет, говорит, ух ты, а вот это мне нравится, а вот это вот я хочу. То есть, игрушки. Не просто игрушку поставил в угол комнаты, там, в диван положил, а ее нужно так преподнести, как я всегда, знаете, говорю, соблазнительно преподнести так, чтобы покупателю хотелось купить. Я не фотограф, поэтому я об этом просто вот написала, сказать, но у меня это делает профиль. Дальше. Описание работы. Описание работы очень важно. То есть, вы должны в нем написать и характер работы, и для кого, и для чего, и технические характеристики. Каждый год на ярмарке мастеров, ну, идет баталия, так скажем, что лирики доказывают, что надо писать романтично, красиво, лирично. Технарии говорят, мне это не нужно, я хочу увидеть, что у Мишки наполнитель такой-то, шплинты такие-то, двигается так-то, сидит сам. Тут опять никто вам не указ, только ваше сердце слушайте себя, и то, то есть, как вы пишете, такие покупатели к вам и приходят. Когда я пришла, я писала лично. Потом, как мне девочка сказала, Лена, вы мыло описываете, а не праздник пивного, когда я сварила пивное мыло. То есть, посыл другой, немножко. Поэтому работаем над этим, но вот это вот основное, так скажем, рекомендация. Дальше поехали. Ключевые слова. Ключевые слова мы тоже все пишем, если есть покупатели, именно продавцы на ярмарке мастера, то мы немножко не так пишем. Мы думаем, что мы создаем вещь, и она понятна. Нет. Покупатель не ищет, вот как вот лариат или амигуруми, он ищет или гусы из бисера, или вязаная игрушка. Я до сих пор не знаю, что такое лариат. Десять лет, в общем-то, я вращаюсь, и бисерников вижу на выставках, но я не знаю, что это такое. Поэтому проще всего идти от покупателя, от того, как покупатель ищет, а для этого Яндекс.Вордстат вам в помощь. То есть, это все просто, не пугайтесь, это не страшно, это просто нужно устаканить в голове, и каждый раз это все выполнять и делать. Так, дальше поехали. А потом уже вы развиваете ассортимент. То есть, не просто вот вы создали мыло из основы, формочки бутербродные. Вы захотели бутерброд с черной икрой, бутерброд с красной икрой, бутерброд с какой-нибудь сэндвич сделать. И вот так вот, вот так, вот так ваша линейка разрастается. То есть, не только мыло создали, шампунь, дальше пошел шампунь для сухих, шампунь для жирных, шампунь для окрашенных, шампунь для сухих, как в этом самом, в маркете пишут, что шампунь для жирных укорней и сухих кончиков. Ну, это ирон, конечно. Праздник от использования мыла. Может быть, и да. Почему нет? То есть, вот вам, а вот в этом, как сказать, в этом слайде я хотела вам сказать, что это настолько много ниточек, ветвей, которые, тропиночек, которые поведут вас к протажам. Миллионы. Дальше. Ну и саморазвитие. А саморазвитие, тут я много останавливаться не буду. То есть, сейчас очень много в интернете марафонов, курсов, все, что угодно. Черпаем, черпаем, отовсюду учимся, все хватаем, все ищем и ищем себя. И выход на другие площадки. То есть, мы должны быть везде. Открыли на ярмарке, плюс параллельно ВКонтакте, Инстаграме, везде, и вы везде все пишете. То есть, веточка вот этого вот расширения по площадкам будет отвечать вас от других, только тех, которые просто где-то сидят в одном контакте, продают, например. Яндекс и Гугл четко просекают, что ух ты, вот тот магазинчик, который двигается. Ух ты, дай-ка мы его куда-нибудь там поднимем по показам. Нам важно, чтобы нас видели, чтобы к нам приходили люди и покупали. На этом как-то у меня все. И главный посыл, который я хочу вам передать, что вы должны идти не от продаж, а от творчества души. Я очень много видела девочек, которые начинали мыло из основы делать. Они заливали формочки, так вот идет, снежинки. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Снежинок. Опа, продали. Где эти девочки? Нет никого. В нашем городе нет никого. Те, с которым я начинала на первой выставке, когда я пришла на выставку, на меня смотрели, как на дикобразы, потому что вот эти кусочки никого не возбуждали, так скажем. И очень редкие люди ко мне подходили, и все критически на меня смотрели. Но, извините, теперь я приезжаю в Москву на форму рукоделия, допустим, который... я для этого специально варю много мыла, и я продаю еще до того, как я приехал. То есть, заказы принимаю, привожу их туда, раздаю, и плюс продаю то, что продажи есть. Касательно продаж, к вам придут люди, которые... То есть, вы создаете тот продукт, который близок именно вам. Вы вкладываете в него свою, ну, не душу, так скажем, на свою энергетику. Вы получаете удовольствие и радость. Вы тащитесь, можно сказать, от этого создания, вот этой работы. Поэтому, такие же люди к вам и придут. И которые будут ахать и охать. Те, которые проходят мимо, это не ваши люди. Ну, и ладно, идем дальше. Но вы будете привлекать именно тех, которые остановятся у вас, которые будут ахать и покупать. То есть, я есть везде. Отличие в чем? Например, Инстаграм, одна продажа, то есть, чтобы доказать вам, что ярмарка функционирует, и она работает, и она продает. Я выставила работу, которым уже лет 10. То есть, я только фотографии меняю. Текст немножко меняю. Но работа как стояла, так и стоит. Какое время набор базы подписчиков и выход на доход, позволяющий на него жить? Татьяна спрашивает. Вы знаете как? Я даже не считала, честно. Я просто варю мыло, получаю от этого удовольствие, продаю его, получаю удовольствие от продажи. Ну, наверное, года 4, может быть, я базу не набирала. Я просто шла, рассказывала про себя, писала в блоге про себя, про удачи, неудачи, то есть, общаясь с подписчиками, все равно база так потихоньку подтягивалась ко мне. И, в общем-то, и я не вижу как-то вот большой, большой какой-то такой страсти. Уверенность. Я хочу сказать, да, девочки, вы все можете. Нас, бабушки, мамы, с детства учили шить, вышивать. Сейчас поколение, наверное, уже меньше такое, но в то время, когда мы учились, мы все умеем. Нам просто нужно найти свою тропиночку, сначала дорогу, потом с этой дороги свернуть на ту тропиночку, которая поведет вас, и развиваться в ней, читать материал, подготавливаться к более интересной работе, выходить на площадки, выходить на ярмарки. То есть, вот такое вот, значит, сарафанное радио поползет по сторонам, и вы будете в центре вселенной продажной, поэтому я рекомендую, те, у кого сердце заходит со творчества, начинайте не продавать, начинайте создавать. Как у меня, знаете, одна моя подружка говорит, вот пойду на пенсию, вот так, да, я очень хочу вышивать, но пойду на пенсию, я начну вышивать. Я что тебе мешаю? Иди купи нитки и вышивай. Ой, наверное, у меня этого времени нет. Да есть у тебя время, нечего сидеть около телевизора, слушать всякую ерунду. У вас не останавливали на начальном этапе обилие конкурентов? Спрашивает Татьяна. Татьяна, конкурентов еще больше становится. Их настолько больше становится, но на фоне вот этой конкурентности вы все равно к вам вы будете создавать тот продукт, который приведет к вам покупателя. Очень много статей, которые на Ярмарке инвестиров, они просто рассказывают о том, что покупатель нельзя продать для всех. Мани, Пети, Клаши 50 лет, 70 лет, 20 лет. К вам подтянутся именно те люди, которые будут ахать от вашего удовольствия, восторгаться вашим удовольствием. И они придут к вам. То есть мы все, как и в Инстаграме все пишут, люди покупают у людей. Только в Инстаграме мне этого человека найти надо Россию в золотой гору, а в Ярмарке ничего, просто самого по себе приходят люди, которые, конечно, там реклама об этом тоже, но это Ярмарка. Это отдельный надо вебинар, который про Ярмарку будет более конкретно рассказывать. Наверное, я все сказала. Я про Ярмарку и про творчество могу часами говорить, поэтому, наверное, я все сказала. Вопросов спасибо вам всем за участие, за выслушивание. Я думаю, что я вас подвигла. Я не люблю, когда тренер ведет тренинг, который в этом, научился у кого-то, прослушал тренинг и пошел дальше сам тренировать. не понимаю, не принимаю и не поддерживаю таких. То есть, перед вами обыкновенный человек, обыкновенный мастер, который состоялся. Поэтому вы можете состояться и очень даже запросто. Спасибо всем. Счастливо. Вам не хватило времени на вопросы, но ничего. Если у кого-то еще есть там вопросы, вы можете ответить. Вот я не вижу вопрос, но только вижу, вижу, что спасибо пишет. Очень хорошо. Просто понимаете, вот сейчас две секундочки. Вот смотрите, вот это кусочек мыла, рябиновые бусы. Обыкновенный кусочек. Вот. Пахнет лицей кубеба. Вам об этом ничего не говорит. Называется рябиновые бусы. Я его не для рекламы, а для того, чтобы передать вам, что, как сказал один мужчина, покупая, он понюхал и сказал, знаете, Лена, пахнет горечью осенью и горечью расставаний. Поэтому это разница. Вот в этом разница. Поэтому натуральное мыло, вот оно такое, и в нем можно найти свою ступенечку. и в нем развиваться. Спасибо всем за участие. и в нем, и в нем. и в нем. Продолжение следует...